Всем привет, друзья! Совсем недавно вышел один из выпусков, где я говорил о том, как развивать свое окружение. Если ваша существующая компания тянет вас на дно, вы хотите войти в окружение более успешных людей, более здоровое окружение строить вокруг себя, посмотрите это видео в правом верхнем углу, будет на него ссылочка. Это первая часть, и после нее попросили продолжение, и поэтому не могу не отреагировать. Продолжаем. Это вторая часть, нетворкинг, как развивать свое окружение. Еще 4 способа вам дам, в прошлом видео было 5. Итак, способ номер 1. Если вы идете мимо, допустим, я иду в Сочи, иду вдоль набережной, вижу, люди играют в волейбол. Хей, друзья, можно с вами, можно присоединиться. То же самое на теннисной площадке. Когда мы в дворе ходили, люди играли в настольный теннис, ребята, можно с вами в партейку. Футбол, турники, все что угодно. Видите, присоединяйтесь. Никаких не нужно заумных фраз. Многие люди пишут, что я не знаю, что подойти и что мне сказать, потому что я не умею говорить. Я никогда не говорил людям привет. Я никогда не спрашивал у людей, а можно ли к вам присоединиться. Я никогда не спрашивал у людей, как их зовут. Ну, ребята, может быть не во фразах дело, а просто боимся и стесняемся? Ну, так это уже другой вопрос тогда. Давайте как-то перебарывать. А вы знаете, как на великих и могучих тренингах борются со стеснением? Ну, конечно. Их отправляют на улицу не то, что знакомиться. Продать ручку, сто раз подойти к какой-то девушке что-то сказать, ходить по торговому центру, пикапить и прочее колдовство от лукавого. Ну, понимаете же, все очень просто. Зачем себя вводить с помощью тренингов в такие дискомфортные ситуации, когда можно это в жизни просто практиковать и преодолевать? Да, бывает человек замкнутый сам по себе. Но это тоже другой вопрос, который пока к нашему видео не имеет отношения. Итак, второй способ. Есть даже специальные приложения для объединения. Я в описании напишу название. Совсем недавно. Это, кстати, идея из комментариев к моему прошлому видео. Вот этот комментарий сейчас здесь будет на экране. Где человек путешествует и в любой стране находит себе единомышленников. Просто за один час создает события, встречаются, общаются на разных языках. Чудесно. Я даже не знал, что такое бывает, что такие приложения есть. Но чем не круто для развития своего окружения? Следующий способ. Это специальные сайты с нетворк-тусовками. По сути, это сайты по нетворкингу с элементами социальных сеточек. И плюс к этому они создают и проводят специальные нетворк-события, где вы знакомитесь, общаетесь, пишете там. У вас есть карточка, вы пишете, кто вы такой. У вас там есть статус профиля. Можно фотки добавлять. Очень интересная штука. Я ходил в Питере на такие тусовки. И мне очень понравилась реализация. Современно, круто, стильно. Возможно, только для больших городов. Может быть, в малых городах такого нет. И четвертый способ. Самый, что ни на есть, дедовский. Самый старый и самый простой. Метод MLM. А метод очень простой. Хей, зовите друзей. Помните, в прошлом видео мы с вами говорили, что вы сами можете создавать события, походы. Вы сами можете создавать тусовки для бега, для турников, для похода в кино, в театр. У нас в Питере просто процветают тусовки. И туда платный вход, между прочим. Которые выезжают в театр там еженедельно. Целые тусовки сообщества формируются. И за них люди платят, чтобы там создавать. Так вот, мы в прошлом видео говорили, что вы можете сами такие события создавать. Желательно безоплатные. Но почему бы не попросить всех ваших друзей пригласить тех, кого вы не знаете. Каждый человек в вашем окружении, даже если вы растете просто с пеленок вместе, он знает того, кого не знаете вы. Он общается с тем, с кем не общались вы. Или не знакомы, или даже в лицо не знаете этого человека. Приглашайте. Ребята, давайте подтянем побольше своих людей. Напишите у себя в соцсетях. Давайте пригласим. Давайте это развивать. Вы не поверите. Одно простое действие, которое вроде бы и так очевидно, но все равно вы его не делали, естественно, как, наверное, и все остальные, увеличит и расширит, в принципе, ваше окружение. Да, отдельный разговор это, что значит выстраивать отношения, потому что собрать просто тусовку много людей, это еще не построить отношения, это не выстроить дружескую связь, это еще не ходить семьями друг к другу на праздники, не поздравлять с Новым годом и со всеми остальными. Этого еще нет. Это происходит во взаимоотношениях, когда мы выстраиваем, общаемся и становимся ближе. Естественно, это происходит уже по внутренним ценностям, от сердца к сердцу, глаза в глаза, из ушек к ушке. Мы должны, естественно, совпадать. Но и, естественно, если вокруг вас достаточно много людей, гораздо проще найти с тем людям, кто совпадает с вами по ценностям. Но если этого не делать, если не работать над своим окружением, оно и не появится. И да, возможно, из ста человек, которых вы уже узнали, из ста новых людей, возможно, найдутся единицы, с кем более-менее вы можете общаться. Ну, хороших или лучших друзей иногда ищут всю жизнь. Ребята, да, это так. И по жизни бывает один-тире три самых близких человека. И это дорогого стоит. Но у нас есть разные круги общения. Есть круг такой дальний. Ну, условно в футбольчик вместе поиграть. Есть круг поближе. Можно за грибами вместе съездить на турнички. Есть круг еще ближе. Можно пригласить в гости и чем-то пообщаться сокровенно. А есть прямо душа в душу. Прямо вот вообще. И пусть в каждом из этих кругов будут свои люди. Пусть везде из этих кругов будет своя тусовка, своя компания и свои единомышленники. Потому что они все нужны. Все уровни общения для нас социально важны. Ну, и возвращаемся к фразам. А как начать? Как говорить? Привет! Я приехал из другого города. Здесь никого не знаю. Но мне очень интересно найти единомышленников для занятий спортом, для еще чего-то. Или чтобы присоединиться к вам. Мне тоже хотелось бы это освоить. Можно к вам? Возьмете поиграть? Ну, какие? Я могу, конечно, много формулировок там десятками писать. Но это будет из области добавить новых слов или переставить еще какие-то. И любая эта фраза будет в контексте, знаете, такой честности. Я приехал в ваш город. Или я здесь никого не знаю. Или я ищу новых знакомых. Или просто можно к вам присоединиться. Буду рад составить компанию. Тоже люблю спорт. Можно к вам на трунички. Суть будет одна и та же. Просто разными фразами. Ну, конечно, я знаю. Я обязательно выпущу видео топ-5 фраз для начала знакомства. Потому что, скорее всего, оно наберет много просмотров. А мне это тоже важно. По-любому буду выпускать такое видео. Но идти я буду... Вы понимаете уже из чего. Я буду исходить. Поэтому все на самом деле просто. Усложняем мы это сами. А сложности-то нет. Есть просто внутренний страх и некий дискомфорт. Сделать навстречу первый шаг. Навстречу людям. Мы ждем, что нам будут делать первый шаг. Что с нами будут знакомиться. Нас будут приглашать. Ох, сколько я такими обидками в детстве болел. Меня не позвали. Меня не пригласили. Про меня забыли. Ой, сколько я обижаться, не переобижаться. Просто, друзья. Просто мой бич. Моя болезнь была. Вот этого эгоизма. То, что мне должны звонить, приглашать, со мной знакомиться. Нет. Встал, пошел и делаешь сам. Встал, пошел и сам знакомишься. Встал, пошел и формируешь свое окружение. Потому что за меня его никто не сделает. Ни мама, ни папа, ни брат. Никто, друзья. Только ваша ответственность. Лайк, если отзывается. И подписываемся на канал, если не увидите себя первый раз. И колокольчик обязательно. Дзынь-дзынь. Ставим, а то уведомления о моих видео не будут приходить. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень ждать. Всем пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»